Курортный сезон набирает обороты. Люди едут к Черному морю из разных регионов страны и поток автомобилей на трассе Р-251, которая ведет через Краснодар на Тимрюк, увеличивается в несколько раз. От шума сильно страдают жители пригородного поселка Белозерный. Работает несколько факторов. Насыщенность потока, большая скорость, большие грузы. Местные жители обратились за помощью на телеканал Краснодар и наша съемочная группа провела собственное расследование. Дарья Безинская все расскажет. Мы живем на пятом этаже, слышно безумно. Недалеко от нас карман, где останавливаются очень часто большие грузы. Эти большие грузы чинятся всю ночь, гудят, грохот стоит неимоверный, спать невозможно. А еще, говорят жители Белозерного, движение на трассе такое насыщенное, что от шума не спрятаться ни в квартире, ни в аллее поселка. Тревогу забила Валентина Кожедуб, которая живет в частном секторе поселка уже четыре года. Она добивается того, чтобы вдоль трассы установили шумозащитные экраны. Сейчас летом на улице практически целый день находишься. Огород там, работать надо. Находишься в теплице и шум прямо действует. Я как врач, который проработал более 40 лет, понимаю, насколько это вредно для здоровья. Это и повышенное давление, гипертония, обострение хронических заболеваний и депрессивное состояние, нарушение сна и так далее. Мы решили провести собственный эксперимент. Я скачала обычный шумометр. И около оживленной трассы он показывает максимум 90 дБ. В то время как для нормальной жизни человека он не должен превышать 50. А это мы в 100 метрах от оживленной трассы в жилом дворе. Дыхание машин здесь тоже слышно. Шумометр показывает 60-70. Тоже вредный показатель. Но приложение на телефоне – это просто игрушка, которая может и ошибаться. А что говорит Роспотребнадзор? Вот уж у них оборудование точно не обманет. Специалисты действительно проводили замеры. Были проведены измерения уровня шума как в жилом доме, так и на придомовой территории. Проведенные замеры показали, что действительно, как на придомовой территории, так и в жилом помещении уровни шума превышают допустимые установленные санитарными правилами. Как нам рассказали в Роспотребнадзоре, результаты замеров и письмо они отправили в городскую администрацию. Там обычно и решают, как справиться с шумовым загрязнением. И мэрия провела ряд совещаний с Краевым министерством транспорта. Эксперты постановили, нужно высадить деревья. Вот документы, которые подтверждают решение структур. И аналогично. Шумозащитные экраны не всегда спасают от дорожного шума. Уровень снижается лишь на 20 дБ. И это максимум, подтверждают видеоопыты и специалисты. Вот видео, где ведущий специалист по техническим решениям развенчивает мифы об этих конструкциях. Большая часть производителей декларирует снижение шума своими панелями от 33 до 37 дБ. И мало кто знает, что измерения проходят при закрытой материалом панели окна. По факту снижение уровня шума колеблется между 14 и 20 дБ в зависимости от состава экрана. Это значит, что при действительно сильном шуме экраны не подарит тишину. А живой пояс из деревьев защищает от шума и пыли с дороги. Вот весной на субботнике вдоль трассы местные жители-активисты посадили первые 200 саженцев. И наш канал это снимал. А представители местной администрации рассказывают. Это еще не все. Осенью высадят еще столько же, чтобы серьезно укрепить естественную защиту. Деревья уже укоренились, одолели зеленые листья, пошли в рост. Осенью планируется дополнительно произвести посадку деревьев вдоль данной автодороги, для того, чтобы улучшить зеленый пояс вокруг данного поселка. Вот и получается, что дело остается за естественной защитой, а еще за культурой автомобилистов и самих же жителей, которые тоже пользуются трассой. Не чинить авто под окнами домов, не превышать скорость. И еще участвовать в субботниках и высаживать деревья, чтобы жить спокойно и тихо. Дарья Безинская, Михаил Дроздов, Николай Цедрик, Юрий Клочинов. Телекомпания «Краснодар».